Для украшения завершения сезона 2019 года состоится встреча двух топовых бойцов смешанных единорборств. И разрешите пригласить на ковер первого бойца, экс-чемпион лиги PGC, представляющий бойцовский клуб «Крепость» Мариф Пиранья Пираев! Уважаемые друзья, и это главная схватка турнира «Суперфайт». И вы видите первого его участника, Марифа Пиранья Пираева. Это прославленный российский боец, который выступал во множестве известных промоушенов. 25 побед, 3 поражения и 1 ничья. Такова бойцовская статистика Марифа. Довольно-таки впечатляющие цифры. Если говорить про ММА, он более опытный, наверное, чем его визави Юс Фраисов. Выступил в большем количестве поединков, но сегодня, наверное, это ничего не значит, потому что направление другое и правила другие. А на фигуре приглашается его соперник, экс-чемпион лиги ACB, представляющий бойцовский клуб «Ахмат» и клуб «Мурадов Тим» Юсуф Борз Раисов! Ну и завершаю свою мысль. Не всегда опыт является плюсом. Ну вот на ваших телеэкранах Юсуф Борз Раисов, экс-чемпион лиги ACB в полулегком весе, ныне топовый файтер лиги ACA. Совсем недавно, неделю назад, он провел свой очередной поединок по правилам ММА. И вот сегодня он уже выступает здесь. Буквально любимчик публики. Прям... Да, действительно. Очень любит его зал. Без привлечения Юс Фраисов, это звезда российского ММА, его любят не только здесь, в Чеченской Республике, но и во всей России. Поддерживают его. И очень любопытно понаблюдать за тем, как он будет выглядеть на фоне очень крепкого и опытного Марифа Пираева. Данное противостояние проходит в открытом весовом дивизионе. Сколько весят файтеры, наверное, знают только они. Сейчас нет четко регламентированной в своей категории, потому что оно и понятно, у них есть свои обязательства перед ММА промоушенами, есть свой календарь. И поэтому, учитывая, что спонтанную идею проведения данной схватки, не стали, не стали их ограничивать какими-то весовыми дивизионами организаторы. Что, наверное, нам позволит сегодня увидеть более зрелищную схватку? Наблюдал за обоими. И имел счастье наблюдать за обоими спортсменами исключительно в борьбе по правилам грэплинга без ударной техники. И всегда это было что-то зрелищное. И как минимум две таких схватки я видел от Юсуфа Раисова и видел совершенно недавно выступление его оппонента тоже на турнире по грэплингу, тоже в рамках суперфайта. И это было не скучно. Для меня очень важно такое слово в джиу-джитсу, когда мы говорим о суперфайтах, не скучно. Да, это то, что позволяет зрителю увлечься нашим спортом. Когда это не скучно видеть, тогда ты хочешь разобраться, что там было. Возникает второй интерес. Ну, действительно, да. Наверное, в первую очередь нужно зрелище, чтобы уже углубиться в правила спорта. Простому зрителю нужно видеть зрелище. Действительно, оно так и есть. И бойцы зрелищные, и в ММА, и в грэплинге, я уверен, что и в джиу-джитсу они будут проявлять себя зрелищно. Итак, у нас есть первое техническое действие. Оценит ли рефери данного противостояния его? Юс Фрейсов оказывается сверху. На контратаке, сконтрив, накрыв действие соперника, проход ноги, Юс Фрейсов зашел за спину и в итоге оказался сверху. Мы видим, что пытается отключить кисть соперника Юс Фрейсов. Больше он хочет отключить ноги соперника, пройдя гард-бодилок пассом. Но это уже сейчас. До этого он пытался отключить кисть соперника и обездвижить его как раз-таки опорную руку. А сейчас уже пришел к следующему действию. А вот сейчас есть опасность попадания на ММА-плату, с которой он быстро разбирается. Не довел, не довел до конца этот прием. Ариф Пираев не поверил в себя. И попытка как раз-таки заработать первые баллы от Юс Фрейсова. Еще один бодилок пасс. Да, и возможно это выход за спину оппонента. Заправят ли ноги борц? И все-таки, конечно, чувствуется, что тут более-таки позиционная борьба идет, учитывая, что это именно как раз формат ММА, где-то у них уже по привычке сохраняется. Отключает ноги соперника Юс Фрейсов. Отключает ноги, но тем не менее, этого пока мало для того, чтобы считать гард пройденным. Нужно чуть выше к сопернику подняться Юс Фрейсову. Грамотно, грамотно защищается Ариф Пираев. Хоть инициатива и на стороне его соперника, но тем не менее, пока не дает заработать баллы. Хавгард сверху. Марьев Пираев пытался восстановить закрытый гард. Не залеживается в гарде Юс Фрейсову. Постоянно, активно работает, но пока ему не хватает к логической точки. Не хватает заработанного балла. И, пожалуйста, нет, все-таки не удерживается. Почти, почти. Не хватило плотности. Довольно-таки хороший темп показывают спортсмены. В хорошем темпе идет такая хорошая позиционная борьба. Вернулись в стойку. По адвентиджам 3-0 у нас польза Юс Фрейсова. Да, были хорошие попытки пройти гард. Считанные секунды до завершения поединка. Но спортсмены не сбавляют темп, как будто не обращают внимания на таймер. Ну и вот, первый отрезок суперфайта завершается. И остается он за Юсифом Раисовым. Довольно-таки уверенная работа от Борзе. Мы видели, что на протяжении почти всей 5 минутки он доминировал. Вот здесь Марив Пераев отдал спину. И как раз-таки вот в этом эпизоде начались, наверное, его, можно сказать, проблемы. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Начинается второй раунд у нас. Юсиф Раисова против Марива Пераева. Юсиф Раисова против Марива Пераева. Напомню, уважаемые друзья, это суперфайт в рамках турнира ВАИ БАЖЖ, итогового турнира 2019 года. И сразу проходы ноги. Первая попытка от Марива Пераева. Встреча с замком гильотины от Юсифа Раисова. Остались ноги далеко сзади у Марива Пераева. Соответственно, соперник его растянул, накрыл. Проходы, конечно, нужно делать чуть-чуть по-другому. Где-то вот хладнокровия, наверное, не хватает сегодня. Марив Пераева, чтобы максимально эффективно использовать свою богатую базу вольной борьбы, самбо. Да, есть что-то такое, что может показаться неуверенностью. Возможно, есть какая-то объективная причина для этого. А может быть, это тонкая игра? Возможно. Возможно и попытка гильотины, но здесь, конечно, без фиксации ногами соперника будет очень тяжело ее выполнить. Одну ногу цепляет Марив и пытается выйти. Да, очень грамотно, очень грамотно выходит из партера Марив Пераев. И вот чистый тейкдаун его исполнении. Два балла. Я думаю, что в данный момент он оказался в более приемлемой, удобной для себя позиции, работы сверху. Ну, довольно-таки да. В отличие от прошлых его попыток, в этот раз Марив более грамотно и с хорошим таймингом провел тейкдаун. Хорошо вошел в ноги. И спина, и ноги были на своем месте. Не провалился, не растянулся. И вот как результат, первые два балла. Первая результативная атака со стороны Марива Пераева. И первые баллы в этом поединке. И, пожалуйста, попытка удушающего приема гильотина. Судя по тому, что плечи у Юсуфа двигались, захвата немножко не хватало для проведения приема. Но, собственно, вы это сейчас все и увидели. Ну, очень серьезный темп взяли спортсмены. Насколько их хватит. Учитывая, что в ММА они привыкли к прохождению трех раундов и пятираундов дистанции. По крайней мере, Юсуф дрался пять раундов. Но, с другой стороны, в ММА есть комбинирование с ударами, есть клинч, есть работа у сетки, где можно передохнуть. А здесь все-таки, наверное, в экономном режиме работать не получится. Здесь уже нужно, особенно в стойке. Да, в стойке. Уж тут стороне не попрыгаешь. Да, как атака, так и в оборонительном плане. Конечно, много сил дают спортсмены. Чуть больше минуты остается у нас до конца второго отрезка. Марив Пераев введет 2-0. В первом отрезке он уступил. И тем самым, если Юсуф Фрейсов не переломит ход встречи. Хотя, вот видите, есть проход ноги от Юсуфа. Но пока нет баллов. И, пожалуйста, контрит Марив Пераев и выходит на гильотину. И оказывается сразу в фулл-маунте. Но он не зафиксирован. Или все-таки дает? Нет, отменяет оценку рефери. Казалось, хотелось уже. И подарил по одному адвентеджу каждому спортсмену. Хороший был обмен попытками. Да, очень-очень хороший. Остро атаковали оба спортсмена. И, главное, так очень четко ответ на действия друг друга. Это было... Снова попытка гильотины. Не очень удачная. Очень качественную схватку мы с вами видим, уважаемые друзья. Действительно, Юсуф Раисов и Марив Пераев не отбывают номера. Они выкладываются по полной. И не отнеслись слегкомысленно к этой суперсхватке. Что очень радует. Ведь для них это тоже определенный опыт. Другой формат. Конечно, конечно. Прихватывает Ахилл. Очень мало попыток болевых на ноги сегодня мы увидели. И у нас завершается второй раунд. Впереди решающий третий. Что же мы видим на табло? 4 балла в пользу Марива Пераева. Да, если первый раунд завершился адвентеджами в пользу Юсуфа Раисова, то во втором отрезке уже более результативным оказался Марив Пераев. Вот очень качественный. Так, да, он мы с вами увидели. С очень плотным последующим контролем. И здесь сконтрил. Сконтрил не доработал Юсуф Раисова. Сконтрил и внизу в ходе этого технического действия оказался Юсуф. Возможно, это и принесло 2 балла. И то, что Юсуфу не дали. Бали баллы за то, что он не зафиксировал. Даже переведя соперника, Марив оказался на плече. То есть не на спине, а на плече. Плюс голова была в захвате у соперника. И потом контратака. Марив Пераев тоже, кстати... Марив Пераев тоже, кстати, недавно совсем дрался. Но, к сожалению, для него он уступил. Третье поражение в карьере потерпел. От Родриго Каппарало. Был это на турнире МФП 30 ноября. То есть с разницей в 2 недели бойцы провели свои поединки. И сегодня выступают здесь. Три недели назад провел свой поединок Марив Пераев. И чуть больше недели назад Юс Фрейсов. Ну и что ж, кто первый пойдет в атаку? Мы видим, что позиции легко не отдают. В партер никто не уходит. И поэтому приходится эти позиции завоевывать спортсменам. Первая попытка прохода. И Юсуф контрит. Контрит. И переходит на гильотину. Очень плотный захват. Мы видим. Волнуются люди в зале. Такой острый момент для болельщиков. Захват хороший, но... И 2 балла получает Марив Пераев. Оказавшись сверху. Адвентедж. Получает Юсуф Раисов. Даже 6-0 на табло мы видим. Это ошибка или как? Рефери не показывает недовольство изображением на табло. Значит, с ним согласен. И я хочу напомнить, что каждый поединок сегодня судят 3 рефери. 3 рефери, а значит, возможности ошибки или какой-то случайности минимальны. Ну и мы видим, что перехватил, конечно, инициативу Марив Пераев. Если в первом раунде он многое позволял Юсуфу Раисову и даже удивительно каким-то отвешенным, не сконцентрированным выглядел, мы даже отметили это, то во втором и третьем отрезках он значительно активнее и результативнее, что самое, наверное, важное для него. И как следствие он ведет и в этом отрезке тоже. Юсуфу Раисову нужно отдавать все силы, идти до конца. Мы видим, что очередная попытка прохода в ноги. Очень качественно выполнил Юсуф ее, но не хватило физических сил. Ну и, конечно, навыки соперника он чувствует эти моменты и хорошо обороняется. Базовый борец, в отличие от Юсуфа, а Марив Пераев базовый борец, поэтому, наверное, у него более глубинные знания, если мы говорим о понимании этого. Больше борцовского опыта и, да, может быть, больше понимания. Хотя я не берусь судить, не зная об этом. Мы можем здесь строить предположения. Не, просто по факту, да, по факту он базовый борец, который больше практиковал этот вид спорта. Но Юсуф Раисов, он занимался разными видами. Это и карате был, это и боевое самбо. И вот именно его универсальность, это его плюс. Но именно в данном поединке мы видим, что где на первый план выходят тейкдауны, именно из вольной борьбы, то здесь уже, хотя Юсуф также успевал в этом аспекте, но мы видим, что во второй половине поединка он немного подсел функционально. Ну а Мариф Пираев, наверное, ему нет какого-то смысла рисковать сейчас, искать что-то. Да, но тем не менее он аккуратно пытается продвигаться дальше мимо гарда в стоп-контроль, но не рискует, не делает каких-то резких движений минуту до конца схватки. И 6 баллов преимущество, это очень серьезный отрыв счета. Да, уже меньше минуты остается до конца этого суперфайта. Юсуф Рейсов до последнего пытается переломить ход встречи, но действительно, это, наверное, практически невозможно в данной ситуации. 6-0, слишком крупный счет. Вы знаете, в джиу-джитсу возможно, конечно, все. Это может быть и сабмишин на последней секунде, но тем не менее, да, отыграть 6 баллов даже за минуту, даже за 2 минуты, это очень сложно. И посмотрите, сколько адвентиджей мы видим также. Активно, активно борцы действуют, что радует, очень радует. Ну и что мы можем сказать, Алексей? Турнир удался, схватки были очень качественные. И, пожалуйста, попытка удушающего приема гильотина в исполнении Юсфа Раисова. Нет. Нет, не получается, не получается. И завершается схватка. Прекрасную схватку мы с вами увидели. Очень хорошая. Прямо на одном дыхании она прошла и смотрелась. И, как вы верно заметили, в начале этого поединка ребята, спортсмены не отыгрывают просто. Не отбывают номер, да? А, не отбывают номер, да, совершенно верно. Действительно, выложились полна на 110%. Мы видим, что ценой какой-то травмы или растяжения Марий Фераев побеждает в этой схватке. Уважаемые друзья, мы можем подводить некий итог. Турнир удался. Схватки были очень качественными, зрелищными. Сто процентов. Алексей, в очередной раз было приятно поработать вместе с вами. Спасибо вам большое. Дай бог, не в последний раз. Да, за то, что вы делаете, за тот вклад, который вы вносите в развитие БСЖ в России. Ну и, уважаемые друзья, спасибо вам. Мы обязательно еще увидимся с вами. Занимайтесь спортом. Ведите здоровый образ жизни. До встречи. Всем пока. В этой схватке победу одержал Мариев Пераев. И ваши аплодисменты его сопернику Юсуфу Раисову. Ставьте обязательно в комментариях, какая схватка, по вашему мнению, была сегодня наиболее лучшей. Мурадов. Господи, как же я говорю. Наиболее зрелищный, лучший, активный, неожиданный, возможно. Какая схватка и кто, может быть, конкретно из спортсменов, понравился вам сегодня больше всего. И самое главное. Говоря о сегодняшнем вечере и подводя итог этого вечера, хочется сказать и напомнить, что уже в будущем, в 2020 году, Лиговая Бюджей перешагивает границы Северного Кавказа и расширяет географию. Два ближайших турнира, которые заявлены в начале следующего года, пройдут в Москве и в Санкт-Петербурге. Обязательно следите за анонсами. Регистрация на турнир уже открыта.